Привет! Я вроде огромного ребёнка. Вы могли бы сказать, что я... ...беруслевый котик. А теперь подробнее. Перевёл и озвучил Камрад Эльва Вучо. Когда я был маленьким, то есть мелким, я тусовался со своим старшим братом и парнейшим по соседству. И если пройти за один двор, подняться по лестнице и перелезть через стенку, то окажешься проще. Это такой лесок. В этой роще жившие по соседству люди бросали свой мусор. Мусор, который не помещался в мусорное ведро, и будучи лентями, не дотаскивая его до контейнеров. Потому что, наверное, перетаскивая его через стену и сваливать его в лес занимало меньше усилий. Это немного грустно, но для нас это было круто, потому что у нас были самые эпические поиски клада. Однажды мы нашли газонокосилку, которая могла нас гореть столько лет, сейчас я не думаю об этом. К счастью, мы нашли её очень скучной, поэтому оставили в покое. Мы также нашли в лесу разбросанные осколки от китайской тарелки. Но не имея клея, мы использовали скотч, чтобы скопить их вместе. Мы даже собрали её целиком, что было довольно круто. Однажды мы искали сокровище, и я увидел осколок толстого стекла, торчащего из земли. Я подумал, он выглядит круто. На нём было что-то похожее на 3D-узор. Так что я пытался вырыть его, пока мои браты и соседы решали, где построить следующее секретное убежище. Я почти его освободил, когда краем глаза заметил что-то красное. Это была моя рука. Я порезал свою руку. Дело в том, что не было больно. Но тот момент факта того, что я порезался, было достаточно для маленького меня. Но, вы знаете, я же был мелким. Это достаточно нормально быть испуганным, видя покрытую кровью руку в таком возрасте. Но я чувствую, будто вся эта неразумная тревога осталась даже со мной в совершеннолетии. Не то, чтобы я разрыдался, если удар по пальцу или типа того. Но у меня есть тенденция избегать совершения некоторых дел. Если есть даже маленький шанс того, что что-то пойдёт не так. Это раздражает, потому что некоторые вечеры блюдёт абсолютно спокойно. Первый пример, который приходит в голову, в Германии, если вы не поняли, где я жил. Есть такое блюдо мет. На деле, это сырая свинина, которую едят на завтрак, намазывая на хлеб. И если вы никогда не слышали об этом, у вас, вероятно, будет одна из этих реакций. Хм, круто. Или... Что за чёрт? Потому что сырая свинина, ну вы знаете, штука, которая может быть супер ядовидой. Но для меня это типа, если это не съедобно, то это не будет продано готовым для употребления в супермаркете. И не будет потребляться по всей стране на завтрак. Так что я буду счастлива это есть. Без сомнения, что рано или поздно оно меня отравит. К тому же я ещё боюсь пересекать дорогу не на зевре. Даже если не вижу поблизости ни одной машины. И я ещё боюсь резать рулет в своих руках. Я считаю это так. Если я могу убедить себя в том, что здесь нет никаких рисков, то всё хорошо. Но если есть небольшой шанс того, что что-то пойдёт не так, я буду об этом думать. Но куда-то моего друга находится вот этот канал. И мы ходим туда гулять в 2 часа ночи время от времени. Это очень безопасное место, где есть крутая рыба и прочая фигня в воде. У одного из его концов есть два вот таких вот водоёма. У одного из них растёт большой рогоз. А между ними есть небольшой каменный мостик, по которому можно перебраться на другую сторону. Вот она невероятно мелкая. Глубиной где-то одного фута. И даже если ты упадёшь, это будет не так страшно, но всё же. Но я не знаю. Но знаете, что-то всегда держит меня в стороне. И говорит мне не идти. Даже если мои друзья спокойно прошли. И если нет никакого риска. Я представляю это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ха!